Это вот такой вариант взаимного уважения. Моя маска обеспечивает вашу защиту, а ваша маска, видимо, в рамках, в том числе, уважения к суду и к другим участникам, обеспечивает нашу защиту. Интересованность, интересованность своим здоровьем. Не надо умирать. Ну вот. Ну, абсолютно без уважения вы сможете с ними ознакомиться, например, в сети интернет, в инстаграм или в каких-то других сетях. Ну, поскольку вы вторгаетесь в мои права, я бы хотел документально ознакомиться. Под мою ответственность. Под вас, в ответственность, естественно. Я гарантирую, что ничего с вами плохого не случится. Вопрос, Денис Владимирович. Вы используете средства индивидуальной защиты в общественных местах каким образом относитесь? При наличии угрозы распространения, например, какого-либо заболевания? При наличии угрозы распространения какого-либо заболевания отношусь положительно, но так как угроза службами МЧС не зафиксирована в данном здании на сегодняшний день. В связи с этим мне непонятно, является ли какое-то либо административное правонарушение препятствием к моему доступу к правосудию, в частности, нахождение в судебном заседании, в судебном процессе. Вот, например, я сегодня шел, случайно перешел на красный свет. Можно ли сейчас меня за это выгнать из зала в судебном заседании? Непонятно ли мне права мои? У меня встречный вопрос. Вы заявление об отводе в суде очень хорошо написали и напомнили суду о том, что суд обязан относиться с уважением к участникам судебного разбирательства. Ко всем участникам, в зависимости от того, кто с чем пришел. Наверное, пришли, потому что есть проблема, ее нужно решить. В связи с этим у меня вопрос. А как вы считаете, Денис Владимирович, участники судебного заседания, должны ли они к другим участникам и к суду относиться с уважением? Естественно, это вообще без сомнения, сомнений не подлежит. Поэтому в таком случае я все-таки попрошу вас в средстве индивидуально-защитной сомнений с маслом. Надеюсь, так как она должна быть нареда, то есть тут, для чего она предусмотрена. Сейчас какие значки интересные отпускают? You mask protect you. My mask protect you. You mask protect me. То есть это вот такой вариант взаимного уважения. Моя маска обеспечивает вашу защиту, а ваша маска, видимо, в рамках, в том числе, уважения к суду и другим участникам, обеспечивает нашу защиту. Поэтому я прошу вас все-таки маску надеть так, как положено. Поскольку вдыхательные пути официально у нас только два – рот и нос. Ну, то, соответственно, маска должна прикрывать дыхательные пути. Пока я вас дополнительно информирую о режим повышенной готовности и, в частности, так называемый масочный режим до сих пор не отменяем. Продолжительные места и общественные транспорты на территории Страдовской области. Ну, поскольку вы вторгаетесь в мои права, я бы хотел документально ознакомиться с документами, с подписями. Я хочу вам сказать, что это общедоступные документы. И вы сможете с ними ознакомиться, например, в сети интернет, в Инстаграм или в каких-то других сетях. Вы талант. Большой талант. Ну, как вы догадались? Ну, если у судьи есть юридическое образование, то он должен понимать, что сети интернет не является документальным подтверждением. Согласен. Сети интернет полно. Это общедоступная информация. Я понимаю, но это не документальная информация. Вы продолжаете со мной спорить и, видимо, вы указываете свое неуважение от участников. Я хочу вопросов об уважении. Мне трудно находиться в каком-то предмете на лице и дышать. То есть, в случае, если вы болеете, вы готовы распространять заболевания на окружающих. Стоп. Что? Но это выглядит именно так. Из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения уже явно и понятно. Из рекомендаций Роспотребнодзора Российской Федерации. Полтора метра. Полтора метра. Если, Игорь, ты полтора метра, можно масками не пивать, там что-то дьявол. Ну, извините, я с вами не соглашусь. Естественно. И в связи с этим, если вы отказываетесь, то тогда заявите о своем отказе. Перед этим. Мы, поляниками, с вами не занимаемся. Не занимаемся. Я же попросил вас сходить маску. Я попросил разъяснить права мои, если я нарушил. Я разъяснил вам основания для того, чтобы просить вас о том, чтобы использовать маску. Вы отказываете? Нет, спасибо, я не могу. Почему вы меня перебиваете? Да, пожалуйста, наденьте. Не нарушайте кодекс судейской этики. Дайте мне высказать. Я не нарушаю кодекс судейской этики. Почему вы меня перебиваете? Но я вижу, что вы абсолютно без уважения... Я хочу проявить уважение. Проявить уважение. Вы очень интересно его проявляете. И? Вы проявляете его исключительно в свою сторону. Я хочу узнать о своих правах. Могу ли я находиться в зале судебного заседания, если совершено какое-то административное повышение? Я сегодня перешел на красный свет. Удалите меня за это тогда. Ну пусть вас совесть замучается за то, что вы... Иди ты! Ну пусть у меня красный свет. А я вам сейчас говорю о другом нарушении, которое вы прямо сейчас совершаете. Какое? Давайте ставим по такому, продолжим судебное заседание. Можно в таком порядке сделать. Составить протокол, признать меня виновным через какие-то инстанции и продолжить судебное заседание. То есть, в принципе, вы не заинтересованы в рассмотрении данного дела? Я заинтересован в своем здоровье. Я не собираюсь умирать тут. Денис Студенович, не надо умирать. Ну вот. Ну, просьба мою выполнить, отказывайтесь. Потому что, ну, нам же с вами как-то в рамках дела. Надо куда-то двигаться. Надо, надо. Давайте двигаться. Давайте двигаться. Под мое ответственность. Под ваше ответственность, естественно. Я гарантирую, что ничего с вами плохого не случится. А, у вас есть медицинское образование? Как вы можете это гарантировать? Мне интересно. Мне интересно просто-напросто. Тем не менее, я вам гарантирую. Зарантирую. Ведвард Абрахня. Сегодня вы будете еще радоваться солнышку. Зарантирую. Зачем? Не лечились даже. Цыц. Мы вашу медицину понимаем. Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника вместо мертвого тела чуть не вскрыл? Не проснись он. Так вы, по-моему, живот распороли. А кто мужикам вместо хины соду дает? Вам не людей лечить, а извините, собак. Хи-хи-хи-хи. А кто Маланью на тот свет отправил? Вы ей дали слабительного. Потом крепительного. А потом снова слабительного. Она ее не выдержала? Ой. Маланья, царство небесное. Ей царство небесное. Она завершена.